Во имя Царя Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови наши занятия. Прибудь с нами. Осени нас Духом Святым. Научи нас молиться Тебе в Духе Истине. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Ну сейчас вспомним, все вместе вспоминать будем. Давайте вспомним. Вот на шестом стихе мы закончили все-таки. То есть на пятом закончили, а в шестом не подступили. Но вернемся, чтобы была связь предыдущего с последующим, вернемся к четвертому и пятому стиху и прочитаем еще раз. Итак, мы изучаем первое послание апостола Павла Коринфяна. И как же он любит своих братьев и сестер в Коринфе. Говоря на эту тему, он вот уже шестой и седьмой и дальше стихи смотрим об одном и том же, одно и то же. И с разных сторон убеждает их, чтобы они отстали от того или иного порока, от того или иного заблуждения. А вместе с этими Коринфянами он и нам об этом говорит. И нас так же любит, как Коринфян. Потому что Слово Божие живо и действенно во все времена. Стало быть, и к нам это написано, не только Коринфянам. Итак, первое послание апостола Павла Коринфянам, 6 глава, 4-5 стихи. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими усудьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю. Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими и толкованиями? Желая отклонить их от внешних судилищ, говорит. Может быть, кто-либо скажет, что в церкви нет никого мудрого, который мог бы разбирать тяжбы. Но если, по вашему мнению, нет в церкви ни одного мудрого, то лучше поставляйте судьями уничиженных, нежели неверных. Впрочем, я сказал это к вашему стыду. Если в самом деле так мало мудрых у вас, что суд производить должны люди простые и необразованные. Слова между братьями своими присовокупил для того, чтобы показать, что в таком случае, если бывает тяжба с братом, не нужны многоразличные сведения, потому что братское расположение всего более содействует прекращению спора. Вот пробежали фразу, а у меня возник вопрос. Но если, к вашему мнению, нет в церкви ни одного мудрого, то лучше поставляйте судьями уничиженных, нежели неверных. О ком речь? Кто такие уничиженные? Кому говорит? О ком говорит вас, Устал Павел? В церкви, но они не мудрые простое такие. Уничиженных не просто не мудрые, а уничиженных. Ну, самых глупых. Пусть лучше самый глупый, но главное, что он в церкви будет. Ну, он глупый, но почему он говорит о уничиженных? О уничиженных? Да. Ну, что значит глупых? Глупых вообще разговоры здесь он не ведет. Нет, неправильно. Да. Уничиженный, я так думаю, что это человек немного значащий. Немного значащий. Слово такое есть «приниженный», то есть «принизить человека». Ну, да. Это почти синоним, да? Я не знаю, что смирившийся, человек смиренный, вот такой скромный, он не вылазит нигде, но он может что-то сказать. Который сам себя уничтожен. Который сам себя уничтожен. Это как наш Вася, да? Да, как наш Вася, да. То есть преобладает все-таки мнение о том, что самоуничиженных, да? То есть те, которые считают себя нищими духом. Вот, вероятно, о них говорит апостол Павел, но в то же время можно подумать и второе предположение сделать о том, что нынчуженные кем-то, то есть вот кто-то считает их как бы уничиженными, недостойными чего-то, недостойными, скажем, звания христианина там или еще как-то в связи с тем, что что-то было замечено за ними. Но лучше даже их поставить, чем неверных. Так говорит апостол Павел, поставить их судьями. Потому что они все-таки верующие, они верят в искупительную жертву Христа, они верят в Слово Божие. И поэтому на основе Слова Божия будут рассуждать, говорить о том, что привело к спору между братьями. И что это можно разрешить только на основе Священного Писания. Только в Духе Святом можно разрешить это правильно. Ну и дальше, 6 стих уже, переходим к 6 стиху. 1 послание апостола Павла Холинского, 6 глава, 6 стих. Но брат с братом судится, и при том перед неверными. Опять говорит, что не следует этого делать. Он как бы еще раз подчеркивает, что это недостойно. И толкование такое короткое, но вот читаем. Сугубое зло. Одно то, что он производится с братом, а другое то, что производится перед неверными. Как бы особенное зло это почему? Потому что брат на брата воздвигает тяжбу, суд какой-то требует суда. То есть это нужно разрешить вопрос как, как вы уже на прошлом занятии говорили. Если брат имеет против тебя что-то, выскажи ему. Если вы между собой не решили этот вопрос, значит обратитесь еще к братьям. Вместе попробуйте обсудить. Нет, не получается, значит вынесите это на церковно-приходское собрание. По ступенькам используя всю церковную иерархию, всю церковную структуру нашу, которая должна рассудить это все в Духе Святом на основе Священного Писания. Ну и второе, конечно, говорит апостол Павел, вы мало того, что судитесь между собой, так вы еще и привлекаете к этому суду людей неверных. Седьмой стих. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Опять об этом же, эту же мысль. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Притолкование. Прежде запрещал судиться у неверных, а теперь запрещает и самый суд, говоря, и то уже весьма унизительно для вас. То есть предосудительно и постыдно, что вы имеете тяжбы. То есть спорные дела друг с другом. Это значит слова между собой. Апостол сказал, это с особенной выразительностью, ибо мы, христиане, должны почитать друг друга братьями. А если мы почитаем друг друга братьями, если мы любим друг друга, то мы, конечно, исходить будем из любви. И все вопросы, возникающие между нами, какие-то недоумения, кто-то в чем-то соблазнился, каким-то поведением братом, словом брата, как-то его соблазнило это. Все равно это из любви исходя можно решить, не прибегая к третейским судьям неверных. У кого есть какие-то вопросы, если остаются, вы говорите, задавайте, потому что мы должны это применить в слово к сегодняшней ситуации, к нашему времени, конкретно к нашей жизни. Чтобы подтвердить, что слово Божие живо и действенно во все времена. Далее, почему? Потому что и дальше, в следующих стихах апостол Павел говорит, продолжает ту же мысль, которая идет с первого стиха в этой главе. Восьмой стих. Обида – это самый распространенный между нами и в нашей общине в том числе грех и порог такой, от которого сложно избавиться. То есть, человеку это свойственно обижаться. И каждый человек обижается. Я вспоминаю, когда Игнатий Ксич обо мне в первый раз сказал, что я одержимый. А почему? Потому что он слышал, когда я во время службы, вот, подхаж, вот такое, да, во время службы. И вот он мне после услуги говорит, слушай, что постоянно вот это у тебя, я, да, ты же одержимый. У меня там внутри все закипело, думаю, как это я одержимый? Да что он понимает вообще в медицине? У меня хронический танзелит, у меня там хронический фарингит, у меня там болит, там горло, все это першит. У меня вот, как можно вообще говорить на человека такие слова? Я стою, молюсь, вся из душой, всем сердцем молюсь, а он на меня только одержимый. Но, главное не давать своим мыслям, своей вот этой страсти волю, а приглушить ее разумным отношением к слову, к замечанию брата. Ведь он исходит из чего? Из того, чтобы сделать меня лучше, чтобы я избавился от этого. И когда я стал рассуждать, размышлять, я понял, что в принципе можно справиться с этим состоянием. И остался при том же хроническом фарингите, но от этого вот замечания мне стало лучше. И я поблагодарил его за это замечание. То есть это действительно во благо мне и ему в том числе, потому что он позаботился о мне, исходя из любви. Так вот, обида, она свойственна каждому человеку, естественно. Но с помощью Божией можно справиться с этой обидой. И от обиды многие из нашей общины ушли. Обида. Обиделся, потом затаился, потом бегство. Вот три ступени ухода. А главное сатане нужно что? Увлечь его душу с правильного пути, с правильного понимания отношений к Библии, к спасению его собственной души, к любви. И тут многие говорят, да у вас там нет любви, да вот. А кто говорит? Те, которые прежде всего ищут любви к себе. А когда ты ищешь кому бы проявить свою любовь, где твой ближний, ты заботишься о нем, проявляя свою любовь. Тогда ты уже забываешь о том, что, о вопросе, а любят ли тебя. Вот тогда и нет обиды. А если нет обиды, значит все на местах. Ну, еще кто может порассуждать об обиде, о том, что лучше претерпеть. А если неправильно сказал тебе брат, но он исходил из добрых побуждений. Ты потом попытайся убедить его, что он не прав. И найдите правильное решение этого вопроса, возникшего между вами. Это я нормально, пускай полюбуется красотой. У них длинные на ногах, очень длинные. Ходить трудно, я взял обстрих эти штанишки. Это самая пародица считается. Ну, так все будут обращать внимание сейчас. И внимание отзываешь, а потом... Ну, пусть тогда он помолчит, мы будем все любоваться. Считай еще. Про любви. Про любовь! Любовь, она вот любовь. Проявляется. Проявляется. Из сердца вашего исходят слова. Девятый стих. Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует. Неправедное царство Божие не наследует. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Он как бы к ним обращается. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Толкование. Я вам дам слово, Надежда Васильевна. Сейчас прочитаем толкование. Сейчас все акты болгарского. И будете вы толковать. Заключает увещание угрозой, усиливая речи, спрашивая их о предмете, известном всем. Здесь намекает на тех из Коринфян, которые говорили, что Бог, человека любив, и не будет наказывать, но ведет в царство. Почему Осипов все время об этом говорит, а его долбят? Осипов прям за это стоит. Посему говорит, не обманывайтесь, ибо в самом деле явное самообольщение и заблуждение здесь ожидать всяких благ, а там подвергнутся казни. Не блудники, того, кто уже осужден, ставит на первом месте. Не блудников, на первом месте. Малакеми называют тех, над которыми совершает постыдное, а потом перечисляет и совершающих постыдное. Вот такое толкование филакту болгарского. Надежда Васильевна, что вы хотели сказать? Кто что-нибудь знает про Рудольфа Дуриева? Игнат Тихнич знает. Не знаете? Нет. Нет, первый раз слышали. Так, кто? Балетом занимался. Балерун. Балерун говорит. Татарин. Выехал на концерты и остался там, невозвращенец. И далее он начал показывать. И считали, что лучше его никто не показывает. Какая пластика, как одеваться, как надо. И вот с одним он сошелся, что он желал, мужчина выше его ростом. И везде прямо пишут, что это они гомосексуалисты. И он с ним был. И он с ним был. Он 55 лет только прожил. Деньги были ужасные. Родился где-то в Иркутске, ехал в поезде, мать ехал и в поезде его родила. Татарин. Жил, да две картошки мороженые считалось за счастье иметь. А тут миллионы. Купил два острова. На островах там такие замки стоят, показывают где-то. Ну, где он только не бывал, в разных странах. Концертов давал. Наизошел. Вот 300 концертов в год. Сегодня в Токио, завтра Вашингтон, послезавтра Париж. Так, чтобы не махало рукой, они улетят. Проследить, чтобы движений не было лишних. Голуби не любят этого. Незнакомая имена. Обстановка. И показывают все. Я смотрел на видео все это как есть. Понятия о Боге никакого. Слышать не хотел. Рак. И у того, и у другого. Еще одной анархистке помогал. И она раком заболела. И как это у Бога все. А рак-то не у него. У него спит. Спит у него. Спит, да. Ну, и там отек легких или что. Так, смотри, чтобы не подходило. Или она? Возьми на той стороне от себя. Но спит основа для того, чтобы возник рак. Чтобы она не махала. Да. Ну, с другим спит. И вот смотришь на него, как он есть. Как он говорит. Я в ролике-то много могу посмотреть. Как он показывает себя. Своим телом так владеет. Миллионы, миллионы. И никуда ничего. И все кончилось в один момент. Он шел, говорит, к смерти. Жизнь к смерти. Обычно от смерти в жизнь. Вот мы проповедуем его у него. От смерти в смерть. Вот этот грех, который здесь. Царствие Божие не наследует. Как он был за рубежом. Разные там выступления были. И где-то при Королевском театре в Англии. Самый лучший у них там экстра балерина. И нигде ничего нет. Он ничего не говорить не мог толком. Ничего нет. Только мог телом своим показать, какое оно у него гибкое. Как он может это все синхронно делать. Больше ничего вообще нет. Какую особую одежду он изобрел. Такая, чтобы каждый мускул он поддерживал во время больших напряжений. Когда он вот так стоит, вот так нога стоит у него. И как будто никогда ничего не было. Я-то считаю, я смотрю и с другой стороны. Это все путь, все эти вертления. И все это каду, каду, каду. И наконец все закончилось. Никакой надежды, ни покаяния, ничего. И Царство Небесное. Тому, который вообще не верил в Бога. Не говоря там, что в Христа не верил татарин. 55 лет. Вот и все. Вот в эту статью бы считал, вошел бы, этого бы уже не было. А сегодня геи, парады там, воевать. Но что-то надо делать. Я представляю сегодня. Но что именно делать надо? Я не знаю, что делать. Эти люди за пределами церкви. Церковь влиять на них не может. Мы можем влиять только через проповедь. Покупать эфирное время, идти, ну громить их, убивать. Мусульмане знают, их всех поймали, всех казнили и все. Они не режут. Что у Констанетова, и Стена Великого, и Стеняна Великого, у него было правило. Ну, попался скотоложник там, со скотиной, зоофилы называют их. Что делается? К хирургу. Половой член отрезается. Отрезается просто, не просто кастрируется, а половой член полностью отрезается. Вот. Дальше ему каленым железом лоб прожигает до кости. Написано, там, мужеложник. В шахты. И там, значит, веренька хотели. Вытаскивают, здесь ему дали, это покажут. Света он никогда не должен больше видеть. От него только поднимает вагонетки там оттуда, которые вытаскивают. Там самки на чем есть. Ну, это христианский был, его, кажется, клику святых даже причислили, пытались истиняна. Суровые законы. Да, это преграда была. Но сейчас другое время, и мы этого не можем сделать. А вот если бы я жил при истиняне, я бы сказал, этого делать нельзя. Не знаете, какого вы духа. У нас нет никаких рычагов. Почему? Бог отнял все рычаги, чтобы только к Богу подвязались. Вот люди казнят. Что это означает? Вот он виноватый, и его казнят. Убийца, допустим. Но что за этим кроется? Это означает, что здесь, на земле, мы применили все. Мы арестовывали, мы сажали, он рецидивист возвращается. Мы не можем ничего сделать. Это только Бог может. А Богу может только на суд отправить, а тело он не принимает. Поэтому мы отрезаем голову, чтобы душа вылетела. А теперь душа пошла на ответ. Вот какой смысл это дает Виктор Гюгорь? По-другому. Так как его на суд Божий отправишь-то? Уже не с телами. Сегодня это едут на суд Божий в огонь-то. Бога, что похоронили его, и Ваде, будучи в луках, тело на кладбище, душа Ваде. И чтобы душа-то у него вышла в Богу, пошла в ад, его надо вытряхнуть. Он живет, сердце бьется. Ему голову отрубает, душа вылетела. Это означает, мы расписались в полном бессилии на земле. Ну а что это сегодня? Нет рычагов никаких у нас. Бог отнял все, чтобы мы сконцентрировались и пошли. Вот я рассказываю о чем сегодня там, о священнике. У меня никаких рычагов нету. Он там может сказать, собрать им там. Он говорит, я не говорил, я не, нет, я думал, говорит, но я не сделал. Я убоялся Бога. Вижу, что с вами Бог. Я просто увидал, что с вами Бог. Приходил-то. А у меня душа изнывает эту неделю о нем. Неделя-полтая в этом состоянии, она была только где-то. Я его в глаза не видел. Ну нужен мне. Господи, ты его послал для того, чтобы меня тронуть, чтобы была у меня любовь к нему. Устрани, не устрани, это твое дело, Господи. Я два раза сказал, а дальше не надо. Два-три раза Павел молился. Господи, дай ему погибнуть. Я говорю, сегодня, вот я сейчас вот иду. Да, я виноват. И всегда Сергий, отец Сергий. А сейчас подписался Сергей Дудин. Сергей уже через Е. И никакой я не отец. Называемся только отцы. Отцы, отец, которые через благовестие рождаются. Я с мященником говорю, что у отца это наживается, когда нету. Ну я не могу, я тут с телефона, я бегу скорее в храм молиться. Это сейчас еще он скинул. Я не имею ничего, чтобы думать, что это придурок какой-то делает. Это действительно Божье чудо. Это невозможно сделать. Если бы его вызвал сейчас, ну за меня патриарх Кирилл, он бы многое мог сделать. Ты сказал прекратить, убрать все худые материалы про Лапкину. Книги сделать настольными. По ним поступать. Игнатий на меня много написал, он правильно писал. Он бы мог так сделать. Патриарх этого не сделает. Думаю я. Но я это не сделал, патриарх. Это Бог делает. Вот я поэтому прошу таких людей, когда я с ними знакомлюсь, я говорю, ты напиши на бумаге, как у тебя это дело было, как ты пошел, как ты писал, как ты думал, что у тебя сердце чувствовало. Мне хочется узнать эту историю души. Что именно, как это именно было. У меня всегда с собой все есть. Вот про эту маленькую семечку я от легкости говорил. Жулан залетает. А воробьи не пускает его. Так смотрит. Воробьи, шмык, схватил и сразу на ветку. И вот это семечко, вот оно, какое. Он его лапкой зажмет и не уронит. Ни разу не дал, чтобы уронил. И тогда начинает ее раздалбливать. Из этой маленькой кожурочки вытаскивать ножи. Я кожурочку бросил опять. А воробьи-то сильнее его. И вот он сидит, смотрит. Воробьи только что-то не спопашился. Он шмык туда в эту. У меня там кормушка-то. А на кормушках ящик, дырка вырезана. Слык туда. И мгновенно пырк, и уже там сидит. И они туда-сюда. И вот ни одного нету. Как только семечки положил, в окно смотрю, перед окном. Ну, я смотрю, кошки тут стоят, сидят. Вот один, видимо, залетит, съест. То ли он кричит, то ли сигналы дает. Скажи ты, откуда только их нету. Вот воробья, выйду, ни одного нету. Только корм дал, а один прилетел. И вдруг считаю 20, 30, 50. И ну раз до сотни стая. Я всех кормлю всю зиму. Сохранить их надо. Ну, у меня отходы от голубей-то остаются там их. Настолько интересно все. Сегодня Надежда Васильевна с детьми видала занятия. И небеса пропадут, слава Божию, о делах руку вещает твердь. Вот оно что. Так сильно не шевелись, Людмила. Вот. Вот и какая красота. Вот из тела одновременно белое перо, как снег. И другое черное, как уголек. И специальное перо. Другое коричневое. Видите, какие у них козырьки-то на глазах. А на ногах перья, как на крыльях. Вот такие вот. Она ходить не может. Ну, у меня нет этого. Я просто обрезаю штанишки-то им. Ну, их как клеш в морских. Вот она как. Вот это вот черное, скажу чуть-чуть от ликустрадыши. Хорошо, что я пришел в прошлом году. Если бы я не зашел туда, я бы не увидел, что она, вот эта черная, забилась в сторонку и крылья опустила. Что с ней? Я взял по телу, пощупал. Она не больная. Занес ее. Володя говорит, зимах. Что с ней? Она сытая. У нее в костре все на месте. Крылья нормальные. Володя, не надо обращать внимания. Что с ней? У меня дома вольер, в избе вольера. Я посадил. Маленько прошло время, она разродилась яичком. У нее яичко стало поперек. Что-то там бывает. И она там на морозе не могла. Разродилась. День помыла. И давай хлопать крыльями поверху. По крышке целопановой. Так, выпускаем меня. Я выпустил. Нынче опять та же история. И опять ходит вот так. Я уже знаю. Принес ее. Она буквально несколько минут. Она разродилась. И вот сейчас я уже с улицы взял ее. А муж у нее хороший, белый, большой. Уж он-то рад. Уж обхаживает ее. Там есть не дает даже. Все, целует и целует. Вот она какая. Это очень породистая турмина. Смотри, чтобы не махала. Пожалуйста. Они взлетят, тогда надо доставать ее. Вот я просто для ребенка и вам показать. В прошлом году у меня восемь штук они сидели на столе во время занятий. Про меня пишут. Все. Вот Игнатий там такой. Говорит, но есть у него слабость. Голубя. Я прочитал. Писатель пишет. Макаров Сергей Сергеевич. Слабость. А почему ты решил, что это слабость? Наоборот, это твердость. Потому что от них ни рубля нету. Большие расходы и прочее. И в день я бывает раз, два, три к ним туда, на вышку. Мне 74 года. Наоборот, это радость. Любая птица кричит. Гуси. Вот обутки. Надоест уже через полчаса. Слушай, тебе хочется. Целый день сиди, сиди. Баркует и не надоест никогда. Понимаете, это Бог так сделал. Ни одна птица. Вот петух увидел. Курицу ему все ноги жмет. Курица думает, не слишком ли быстро бегут. Петух думает, не догоню, так согреюсь. А у голубей не так. Они клюв за клюв и целуются. И везде голуби целуются. Ни гусак, ни страус. Никто не целуется из птиц. Только они. И уж обихаживает ее, обихаживает, целует. История целая. Более глупой птицы нету, как она себя ведет. Ни чистопловано, везде отправляется там где-то. Бог избрал ее. И нам надо с этим согласиться. Лучше ее нету. Из всех птиц избрал голубица. Из всех животных оно, овсу. Из всех гор, горы Сион. Из всех народностей и еврейский народ. С этим надо согласиться, как с данностью. Бог избрал. И один город Иерусалим. Иерушалайм. Вы знаете, что такое по-еврейски? Шма и Сраэль. Это слушай, Израэль. По-еврейски. Слушай, Израэль. Смотрите, любите. Пошли дальше скорее. Тут меня не остановить, если это долго будет. Десятый стих. Шестой главы. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Вот лихаимцы. Ни один олигарх, который ограбил Россию, не войдет в царство небес. А там мало. Ни один депутат, который за счет народных средств ежемесячно получает оклад 254 тысячи. Нормально это? А там в месяц. Четыре месяца миллион. А их сколько там много? Ну они прочитали один раз, что в самом деле делать? Что он важнее, чем ты или другой? Почему он должен получать столько, две трети от заработка пенсию? А мой отец инвалид отечественной войны, а отец десятерых детей, неоднократно ограбленный, он получает мизерную зарплату. Это, ах, пенсию. Ну нормально это? И вот они прочитали это, лихаимцы. И везде проталкивают свои интересы. А эти интересы проталкивать очень непросто. Пример. Франция, буржуя. Авиасалон. Кто не знает, это значит, какие новые самолеты государство какое сделало. Они туда привозят, показывают. А там другие, которые не выпускают. Индия, Индонезия, они приглядываются. Какой самолет надежнее, какой что. И тогда покупают. Это миллиардные заказы, миллиардные долларов. Русский самолет в советское время был. Все сознали, что он лучший. И они показывают совершенно смело его. Но в это время, уже сегодня догадываются, находятся люди, которым ищи самолет, это не копят. Им надо, чтобы они были на первом месте. Им нужно, чтобы этот самолет потерпел аварию. А там майор, лучший майор. Там герой социалистического труда. Там все ордена у него. Он мастер своего дела. Но в этот день ему лететь во Францию, он так не хотел. Говорит, ну не хочу прям лететь, не знаю. Это у него предчувствие было. А в это время там с кем-то, ну я не знаю, ни фамилии, никого. Это одна из версий. Подходит кто-то, заправляет кто самолет. Узнали. А кто к нему туда подходит, такой, где он бывает. Подошли к нему, ты самолет заправляешь. Ты не мог бы ему там порошок туда насыпать. Как порошок? Ну это не бесплатно? Не бесплатно? Мы тебе дадим 10 тысяч долларов. Да нет, не буду. 100 тысяч. Ну я не знаю. Ну как я насыплю-то это? А что за порошок? А может быть это миллион? Ну хорошо. Все. Завтра самолет прямо над стадионом падает. Они так сделали, чтобы он взлетел, а дальше все заклинило, заглохло. И при всем народе он падает. Теперь многомиллиардные заказы идут уже не в Советский Союз. И все отказались от этого. Вот и все. Вот что значит лоббировать, то есть продвигать интересы чужды. Я просто к примеру сказал, к примеру. Там фамилия, все указывается. Я посторонний человек. Но считай это, я обязательно туда вижу корыстолюбцы, которые заказали. Корыстолюбец, который это насыпал. Все они в ад пойдут. Да как погиб-то коммунист? Погиб человек, созданный по образу Божий. Не коммунист. Он не успел покаяться, а то другое. А там он не коммунистом будет. Он будет невинно пострадавшим и неверующим. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Ну маленько ты перешагни через это. Даже не нужный тебе человек вредный пойдет. Не радуйся. Ибо Богу это не угодно. Твои дела Бог отвергнет. И ты будешь в счастливе их. Никогда не радуйся. Ну наконец-то Берию убили. Че, радость большая. А сегодня пишут на нем вся промышленность, вся космическая программа. Все на нем было. Какой он организатор был. Нам не надо одобрять смерть. Его приговорили к смертной казни. Я христианин. Я знаю, щекотило надо было давно расстрелять. Но я христианин. Я опустил руки. А что не голосуешь? Я христианин. Я могу только молиться. Бог дал жизнь, только он может отнять. И что делать? Ну кормите его, держите. Пусть он свободу не имеет. А что это правильно, что отменили смертную казнь? С божественной стороны правильно. С государственной неправильно. Зачем их держать, когда они неисправимы? Его маньяка спрашивает. Ну а ты из себя освободят, а ты что будешь? Убивать буду. Насильный говорит. Да я и не думал отставать. Я сразу буду насиловать. Малолетним где-то. Четырехлетняя, трехлетняя девочку изнасиловала. Зарвал на части. Ну один фильм такой есть. Он дочку свою не дождался. Искать ее нигде не. Наконец-то шли, она вся изорвана. И он все равно, а он сам полицейский работник, он его высчитал. Высчитал. И когда его из тюрьмы в тюрьму перевозили, он оставил машину, как полицейские, там так все сделали. Его выкрал. И теперь в отдельной квартире он его там пытает и допрашивает, и все. И тот уже ничего не может. Он говорит, последние слова ее были. Папочка мой, любимый, помоги. Ты меня пытаешь, а я знаю, как она тебя любила, и как она... Но он его не убивает. А одна женщина простила его, уверующая христианка. Он дочь у нее износила, он убил. Он нашел женщину. Привез ее туда, где она в квартире-то. И вот она, смотри, хоть плюнь на него. Она говорит, я не могу, я христианка. Он его уже прям смерть вот так проходит. То выстрелит, то что-то с ним делает. Его высчитывают. Едут везде, нигде его взять не могут. И только эта женщина сказала, когда он меня высаживал с машины, я увидел рядом река. Это был не город, это дачный поселок, одноэтажный. И тогда все это высчитали, практически его могли взять. Он его не убил. Представь его состояние какое. Он там что делает, опыты, подходит с ним. Все это дело. А христианка, она просила и все, он ее привез. Он ее из дома селом выкрал. Я не могу сделать, я христианка. Вот как гражданин и как христианин, они во мне не могут сходиться. В желание добра нахожу. Говорят, желаю, но не нахожу в селе. Павел прямо об этом пишет. Мы даже все время везде как бы вмонтировать Слово Божие, осветить его. А как бы я поступил? А если бы я таким был? Пал бы и просил прощения. Вот он просит прощения, виноват. Я перед ним не виноват. Я, уходя сюда, ему написал. Сергей, ты меня проси и благослови. Мало ли, что там сказал где-то. Как его это тронуло. Он сейчас там пишет. Да какой я такой. Это я сам все это сделал. Да что такое. Вот и все. Я не хочу думать, что это игра какая-то. Это действительно так. Я начал на его вопросы уже отвечать. Но времени сейчас пока нет. Полюбуйтесь, я их унесу. У вас не будет таких. Вот у Никиты дома голубятня. Голубятня почти все тоже белые. Его дядя, нынче заказал голубей. 12 белых послал ему Давиду. Так? Я могу ошибиться. Деревня какая там, как называется? Белово. Белово. Ребрихинского района. Гляньте, какие красавцы. Вот осмелели маленько. Как можно голубей не любить? Не знаю. Что интересно. Статья в Алтайской правде была. Написали. У злого человека голуби не водятся. Определитель. Единственный определитель для неверующих человека, это вот. И я подтверждаю, да, так. Я встречался с людьми, которые срок отсидели, вернулись, голубями занимаются. Они по-другому смотрят, по-другому разговаривают. У них все какое-то иное. Курицу держит свинью, это любой может. Голубей это у старобрядцев никогда не держит. Что интересно. Это его отец, он из старобрядческой семьи. И дядя тоже старобрядцы держит. Но они какие-то старобрядцы, они с нами с детских лет. Старобрядцы не держат. Они, ну, такие. Крутые. Ты можешь не любить свинью, а голубя. Как его не любить, когда в виде голубя злок святой сходил? В виде голубя, не в виде, а прям голубь, показал, что земля просыхает. Почему ворона-то не прилетела? Ворон-то не прилетела. Но он нашел падаль, там клюет. А голубь не нашел места. Масличный лисик. И голубь мира. Ну, не писано, что гусь мира или курица мира. Но она, может быть, и сгодится, идейка, там, когда ее сядут на рыжинство, американцы кушают. Что интересно, Барак Обама, он еще и говорит, помилование вынес индейки, не вынес индейку. Помилование. Так интересно. Ну, я-то сразу понял. Если он так говорит помилование, у него юмор есть, это не старобрядцы. У старобрядцев нет юмора, вообще нет. Вот у меня сидят ребятишки старобрядческой семьи в лагере, ну, выше они. Или еще служба не началась, они сидят, я написал. И при входе в храм сидят старобрядческие дети. И Илюша, и Рома. А отец куц местный, старобрядец. Ну, всем понятно, сидят ребятишки рядом, у Ольга, у Нагаева. Старобрядцы подписали. Вот так нас старобрядцев ни каньяни ненавидят, даже детей в храм не пускают. У него нет выхода никуда, только одно. Он не может. Я живу с этим человеком уже 50 лет. Ни одного такого юморного слова нету. Я в прошлый раз рассказывал, интересно. Ну, которые разные люди-то, что они. Как это, как-то я рассказывал, мужик один в самогонку угнал. Ну, не старобрядец, конечно. Ну, и воды на дому остужать аппарат-то самогонный. Вон, за водой. Оттуда приходят, а там два милиционера. Ну, и что я ему делаю? Вот он всегда, пиши объяснитель, он написал. У меня свинья есть, я пошел за водой, прихожу, а в мой сарай залезли, и в самогонку два мента гонят. Объяснил? Вот и все. Доказать нечем? Пусть отправится. Если они хотят во всем в сарай, почему не в сарай? Потому что, милиция, в чужом надо. Сейчас уже. И еще меня, господи, подставить, сознаться, что это твое. Тихо, тише, тише, сейчас улетел. Давай. Я хочу вернуться все-таки к этому стиху. Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследует. Кому писал апостол Павел это? К коринфянам каким? К неверующим или к верующим? К верующим. А написано это не только к коринфянам, но и к нам тоже. Так стало быть, нам-то вот тоже. То есть иногда-то среди верующих тоже бывают такие верующие, такие люди, которые совершают это лихоимство. И в пьянстве-то среди нас тоже немало, ну, скажем не так, не слишком много, но, к счастью, немного. Но есть такие. Ты поясни, что за старшка-то была коринфская? Какая она? Она одна такая была у Павла. Это город разврата, морской притон. Это единственная, где служили только в одном, говорит, храме, служили, которое обслуживали тысяча блудниц, добаряков. У вас, говорит, такое блудобияние, которое даже у язычников не слышно. И вот он им это пишет. Это была община. Особая община была. Община из наркоманов, из блудников, гомосексуалистов. И теперь вы стали другими. Ну, а как я вот не могу избавиться? Родиться надо свыше. Верующий, Сын Божий, он не может грешить. Не может. То есть это у него падение бывает. Но он не может грешить. Может, значит, это свободно, так делает. У верующего это не получится. Там угрызение совести все задушат. Почему Иоанн говорит, рожденный от Духа Святого, он не грешит. И дьявол не прикасается к ним. Ну, вот в лихаиме-то упомянули, что касается к нам, да? Пьяницы тоже, злоречивые. А вот хищники. Какие такие хищники? Кто такие хищники? Ну, братья и сестры, говорите. Кто такие хищники? Почему, говорит, называют хищниками? Наверное, хищники. Кто ворует. Правильно. Хищение – это воровство. То есть те, которые воруют. Молите, вы одной, Господи, избавим шалаимство. Батюшка пришла одна и кается. Я работала в ветеринарной где-то. И там, говорит, мышей отравили. Шалаимство означает воровство. Это хищение, а мышелаимство. Я, говорит, отравы сыпала мышам. Можно? Да. А мне кажется, что это хищники – это не ворующие, а это те, которые убивают, как хищники, зверские убивают людей. Воруют – это отдельно воровство. Это убийцы. Но хищение – это воровство. Тогда чем хищник от вора отличается? Ничем. Это синонимы. Вора синонимы. Хищение. Похищение – хищение. Похищение – это что? А что в толковании там пишется? Здесь об этом читаем толкование. Многие спрашивают, почему поставил пьяницы злоречивых наряду с ведоуслужителями и с теми, которые совершают непотребные дела. Мы читали предыдущий стих, 9 и 10 стихи. Вот в один ряд их выставляют. Поэтому многие спрашивают, задают вопрос, уже фифиалок болгарский, сам себе и нам. «Потому, – отвечают, – что и Христос признал повинным гиене того, кто скажет брату своему безумным» – Матфея 5, 22, «и потому опять, что иудеи от пьянства дошли до идолуслужения». То есть, почему в один ряд пьянство ставят? Да потому что принял, да? Ведь иногда слышишь вопрос от внешних, а что у вас не разрешается, вино, нельзя пить, да? Я говорю, ну как же не разрешается? Разрешается, потому что первое чудо, которое совершил Иисус Христос – это было притворение воды в вино. Но и в то же время сказано, что через это приходит всякий грех и блуд в том числе. То есть, и идолуслужение через это. Вот и Фиалов Болгарский говорит, что через это они пришли к идолуслужению. Далее, теперь идет речь не о наказании, а о лишении царствия. Царствие же лишается равно все таковые грешники. А будет ли различие в их наказаниях? Об этом рассуждать здесь не место. Какая нам разница, на сколько градусов ниже одному будет, чем другому в Аду-то? Если там миллионы градусов будут, среди этих миллионов на 100 градусов меньше, там к одному другому больше, на 100 градусов. Об этом мы и не будем рассуждать. Главное, чтобы не попасть в эти места. Ну, Надежда Васильевна. Ловите. Ловите теперь, Надежда Васильевна. Ну, зачем пошла? Ну, кто? Давай, попробуй. Да ну, давайте читать. Пусть он там сидит. Пусть он. Смотри, смотри. Что в который раз он на эти голуби нам не дает. Дверь закрытая, то выйдет. Не выйдет. Не выйдет. Там все свернется, можно сказать. У Нины было слово. Да я уже на прохищение хотела сказать. Нет, не прохищение. Но вы же сказали, что... А, я уже что-то уже забыла. Просто аналогичная, так сказать, мысль обращена не только к коринфянам, но и к другим церквам. В других посланиях об этом тоже говорит апостол Павел. Вот, например, вот Галатам. В послании Галатам, это что, пятая глава, с 20 по 21 стих. Но, выходит, это везде. Всегда было распространено, раз апостол Павел пишет, обращается не только туда, но и вот и в других посланиях. И где он говорит? Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Это 20 стих. И дальше запятая, непокой, и идет в 21 стих. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, то есть не первый раз, раз он говорит, и прежде предупреждал, что поступающее так Царство Божие не наследует. Выходит, это грех, он был всегда. Ну, грех, конечно, как... Есть. Есть. И продолжает будет. От первонародного греха, дамы и Евы, грех только увеличивается. Да. Грех только увеличивается. Не только Коринфянам пишет. Одиннадцатый стих. А, еще... Да. Вот я хотела маленько... Может, я неправильно, но из опыта, из практики, я когда работала ревизором, мне приходилось часто проводить расследование по документам, документальное расследование. Воровство... Это вот залез кому-то в квартиру там или в магазин, или куда-то там и украл, взял. А хищение, это когда связано вот с документами, когда это какие-то такие вот операции совершают, которые с помощью вот этих всяких вот махинаций, их называют махинациями, присваивают потом вот денежные там средства или что-то другое, может, газ где-то или там вот что-то такое. То есть через вот документы обращения, через переброску документов с одного стола на другое, там уже эта операция другая заносится. И вот это хищение. И они бывают в разных размерах, квалифицируются как небольшие хищения, и бывают уже большие хищения. Я сама работала в расследовании, когда проводила, я знаю, хищение. В то время раз и были, в то время раз и были. Это одно и то же, только разными способами осуществляется воровство. Воровство взял из кармана, и воровство с помощью написания лишних цифр. Это все равно воровство, это хищение. Результат один и тот же. Результат один и тот же. Украл, да, воровство. Воровство и хищение это синонимы слова. Да, уже говорили сегодня. Я хочу только еще вернуться. Вот здесь говорила о том, что перечисляли там, о том, что неправильное обращение друг с другом, да, как там говорилось. Здесь вот в этом стихе говорится о злоречии. То есть, если между братьями и сестрами возникает злоречие, то есть злая речь, это значит что? Обвинение в непристойных фразах, да, там, в таких вот грубостях, в оскорблениях, да, вплоть до того, что можно ведь покулить и Духа Святаго, когда ты будешь говорить на брата такие вещи. Поэтому это вот как раз злоречие, злоречивые не наследуют Царствие Небесное, предупреждает апостол Павел. Обращаясь к коринфянам, а стало быть и к вам тоже. Одиннадцатый стих. И такими были некоторые из вас. То есть, некоторые из них из коринфян были какие? Лихаимцы, пьяницы, зловечивые, хищники, прелюбодеи, малаки, мужеложники, идолослужители. Все это перечисленное выше было. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. и Духом Бога нашего. Интересное выражение такое. Какой Дух Бога нашего? Дух Святой, конечно. Духом Святым. Вот такое выражение у него. И Духом Бога нашего. Апостол Павел употребил такой оборот. Вместо Духа Святого. Это то, разумеет Духа Святого. Так я не понимаю. Размыслите, говорит Он. От каких зол освободил вас и какие блага даровал вам Бог. И вы подвержены были всем высшим исчисленным порокам. Но Он, кто Он? Христос. Очистил вас от них. И не только очистил, но и осветил. Каким образом? Оправдав вас, сначала омыл вас, потом оправдав, осветил. Не именем того или другого Учителя, но именем Христа и Святым Духом. Вот где говорит Филак Болгарский как раз о Духе Бога нашего. То есть Троица даровала вам эти блага. И вы сказав, что Бог осветил именем Христа и Святым Духом, выражает не другое что-нибудь, но именно Троицу. Ну а нам как к этому стиху относиться, исходя из того, что Слово Божие живо и действенно во все времена? То есть и к нам это относится, потому что мы-то пришли в крещение, когда приносили покаяние. какими грехами были порабощены. Поэтому всякий раз я вспоминаю слова Батюшки, когда говорил о том, что прежние грехи меня по-прежнему тяготируют надо мной, и я вновь и вновь на исповеди. Они вспоминали и говорили об этом, не только на исповеди. А Батюшка мне говорит, а что говорит Бог? Бог говорит, пока ты помнишь о них, о своих грехах, я про них забываю. Но как только ты про них забываешь, я про них вспоминаю. Поэтому нам нужно о них всегда помнить, уже будучи освященными, и очищенными, и прощенными Господом, Троица наша единосущная. Евреям, это 10 глава, 22 стих. 21-22 стих, он здесь указывается, как имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистую. Водой чистую. Двенадцатый стих. Сегодня мы продвигаемся быстрее. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Это прям золотой стих, который нужно запомнить каждому. И всегда в благовестии его можно употребить и в нужное время. Еще раз. 1 Коринфянам 6, 12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вроде и понятно, и не совсем. Особенно вторая часть этого стиха. Толкование читаем. Так как и прежде говорил о соблудившем и скоро опять будет говорить о нем, о нем же, то вводит речь и о чревоугодии. Ибо от чревоугодия преимущественно происходит страсть, блудодеяние. Итак, говорит, позволено мне есть и пить, но вредно для меня принимать пищу и питье не в меру. Я, говорит, господин над пищей и питьем, но если буду употреблять их не в меру, то из господина сделаюсь их рабом. Ибо кто пользуется ими как должно, тот господин над ними. Напротив. Кто впадает в неумеренность, тот уже не господин, а раб их. Потому что в этом случае преосвящение делается его тираном. Видишь ли, как того, кто почитал себя властелином, апостол показал подвластным. Смотри, каждый из коринфян говорил, мне можно предаться наслаждением. А апостол говорит, ты предаешься им не потому, чтобы имел власть над ними, а потому, что сам подлежишь их власти. Ибо доколе остаешься невоздержанным, не ты имеешь власть над чревом, но чрево над тобою. Есть такой рассказ Невинной пруденции. Не читали? Кто же автор-то? Не помню сейчас автора, но суть такова, что один неверующий человек, молодой, захотел иметь жену-христианку. А она поставила ему, так сказать, после многих уговоров, она поставила ему условием того, что он должен определенное время попостать. Ну и вышла такая ситуация, что он вынужден был поститься, и все страсти у него улеглись. Передуги жениться. Да. Он дошел до такого состояния, что потом он стал христианином, последовал за ними. Но я хочу здесь провести речь о том, что подтвердить как раз эту мысль Феофилакта Болгарского, о том, что пресыщение, оно влечет за собой другие пороки. Страсть, и дальше уже, конечно, и блуд. Еще раз, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть, как раз здесь говорится о воздержании, о посте, и молитве, эти два крыла, они возносят нас вверх, к Богу. А без этого, без этих крыльев нам не подняться. Пост и молитва. Тогда мы сможем одолеть все козни дьявольские. Потерял? Им там лучше. Сейчас снесут еще что-нибудь. Итак, мы обсудили. Вопросов никаких не возникло тут? Нет. Дело в том, что я послал письма, которые сейчас, и срочный ответ потребовался в интернете. Ну, вот казалось, на первый взгляд, простой стих, да, но не совсем простой. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Может быть, в этом и есть обладать. Да, обладать. Вот не обладаем. Мы же попробуем. Ну, давай, давай, говори, я слышу. Да мы уже, как бы, может быть, у вас какая-то мысль есть по этому стиху. Выскажитесь. Все позволительно. Что означает позволительно? Кто-то дал мне разрешение пакостить все? Никто не дал. Свободу, потому что. Это исходя из того, что Господь дал свободу, свободную волю человеку. Ну да. Ну и свободная воля, так теперь что, все можно делать, что хочу? Ну, исходя из нее, да, но, однако, не все мне полезно, говорит же апостол Павел. Позволительно, то есть допускает Господь. Ты это можешь сделать. У тебя руки, ноги, все, но у тебя есть голова. И ты видишь, что не полезно, огонь, жарко. А так полезно. Позволительно. Я могу руку в огонь стунуть, могу сейчас в окно вылезти, но голова говорит, нет, для этого есть двери. Но не все полезно. Иногда это все позволительно, а вы не разрешаете. Потому что голова не соображает, я своей головой тебе помогаю, еще тут непонятно. Ты летишь, ты не туда совсем. Это надо людям пояснять и не бояться этих слов. Прямо говорить. Ну а тут как раз вот говорит апостол Павел, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Ну позволительно нам есть. Конечно, позволительно. Не только и позволительно, но и необходимо есть. Потому что мы должны сохранить храм души нашей, тела, должны заботиться о нем, беспокоиться о нем. А когда уже через меру это все, когда начинает это преобладать над тобою, ты становишься уже рабом этого процесса потребления пищи. Это становится уже твоим ритуалом каким-то. Ты уже становишься прямо настоящим рабом. Зависимым. Зависимым, да, от него. Следующий стих. Наверное, последний. На сегодня. 13 стих. Пища для чрева, и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Толкование. Чревом называют чревоугодие, а не член нашего тела. Пища же имеет неумеренное употребление пищи. Итак, смысл слов такой. Неумеренное употребление пищи находится в дружбе и родстве с чревоугодием. И наоборот. И то, и другое не может привести нас ко Христу. Напротив, преданных себе пересылают взаимно одно к другому. Неумеренность к чревоугодию, а чревоугодие к неумеренности. Все взаимосвязано. Не чрево, но чревоугодие. И не пищу, но неумеренность в пище. Слово «уничтожит» выделено феофилактом болгарским. Некоторые веют в предсказание о состоянии будущего века, то есть, что там не будет нужды ни в пище, ни в питье. «Если же там и умеренное употребление пищи не будет иметь места, то тем паче упраздняет неумеренность и чревоугодие». Сказав, что вместе с упразднением пищи упразднится и чрево, выразил ту мысль, что вместе с насыщением прекращается желание большего. По словам же других, он запечатлел свое увещание молитвой о том, чтобы упразднились, то есть прекратились и неумеренность и чревоугодие. Апостол говорит о чревоугодии по поводу речи о блуде, ибо следовало бы сказать так, «Дело же не для брашен и не для чрева». Но он не так сказал, а как? «Не для блуда, показывая, что бывает следствием телесных наслаждений именно блуд». Повыше глазов. Вот так. А смысл слов его такой. Тело, говорит, не для того создано, чтобы утопать в наслаждениях и впадать в блуд, но для того, чтобы повиновалось телу, повиновалось Христу, как главе своей. «А Господь управлял им, как глава». Еще раз последнюю фразу. А смысл слов его такой. Тело, говорит, не для того создано, чтобы утопать в наслаждениях и впадать в блуд, но для того, чтобы повиновалось Христу. То есть, тело наше должно повиноваться Христу, как главе своей. А Господь управлял им, как глава. Ну, есть у кого какие мысли, вопросы по прочитанным стихам, особенно по последнему. Александр, есть что сказать? Александр Михайлович? Нет, параллельно не стану. Ну, говорите. Зачитать. Да. Если тут есть параллельные места к этому. Матфея, 15 глава, 17 стих. Лан, говорят, Матфея, 15 глава, 17 стих. Еще ли не понимаете, что все, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, сколько бы ни заложил, все равно все вылетит. Да. Все извергается. Я из детства помню. Родители все говорили. Вот работаем, работаем, а все в себя да на себя. Все в себя да на себя. Все в себя да на себя. Все вот выход-то какой? Нулевой практически. Валя Шитикова, отец любил выпивать. Она Владимир Афанасиновна. И она, говорю, вот лежит однажды, отец говорит, и маме моей говорит, там, я не знаю, как Анна или как Анна. Вот задумался, сколько я пропил, прокурил, это улицу можно построить. Все. Это у меня как-то идет, приехал брат, он любит выпить, и Осико. Ну и до дома не дошел, а там одна, видимо, варила самогон, он к ней зашел, там, Фрося. А отец там писание-то не знает, а он услышал. Осико-то до дома не дошел. Он как к грачу этого волну это. Нашел, падали, там клюет. Вот и все. Вот идет, мы идем, а Осик идет проведать. Приехал. Инспектор-то наш идет. По чужим дворам шарится. Да, отца не дошел, уже наклюкался. Оська, ты долго пить-то будешь? Пока всю не выпью. Дурак. Я сразу столько выпил, но гоня мимо пруда лагерного. Я, наверное, с этот пруд выпил, говорит, уже отец-то. Еще не выпил. Не выпил. Вот так все запоминается, ничего уже нет. Да, Надежда. Да, вот, ну я так, сравнение такое. Это, как он? Ну все понятно, там блудники, там пьяницы, злоречивые, мужеложники и прочее, прочее, это все понятно, что они достойны этого всего. А вот есть еще этот, достойны чего этого всего. Достойны того, что они не получат. я не знаю. Сейчас я вот сюда шагну. я все время скажу бесчинные. Нет, выключите. Бесчинные. Это вот кто? Это вот те, которые не хотят работать, да? Подожди, я скажу, когда. Бесчинные. Бесчинные, те, которые не имеют чина почитания, те, которые действуют против тех установлений, которые приняты в общении между людьми. Бесчинствуют. Те, которые не подчиняются никаким принятым законом. А я читала в толковании, что жесчинные это те, которые не хотят работать. Нет. Те просто ленивые и все. Снять надо покрышку с этой. Вот эту нажми с двух сторон. Она соскочит. Бесчинствующие, те, которые не нарушают принятые установления нормы общения. Чин нарушают. Чин нарушают. Я подожду, ты знаешь, ты нажми на нее, что она будет. Начальствующих не почитают. Не начальствующих, а те, которые не почитают начальников, которые не почитают старших, общение между детями с родителями. Вот нету этого чина-почитания. И неужели они могут быть на одном уровне с убийцей? Нет, нет, нет. Это что-то неправда. Нет, нет. Те превышают свои полномочия, свои права. Я тут туда, залез на то, чтобы все книги попали. Давайте спросим узнать их. Узнать их. Сейчас, подожди. Сейчас сфотографирую. Для интернета подожди. Для интернета это важно. Для интернета это вообще приняты кодексы человеческие. Да. Нравственные. Это не может быть на одном уровне с мужеложниками и убийцами. Почему говорят? Не воспитанный человек. Подумаешь, там не воспитанный человек. Здесь что-нибудь какое-то другое. Странно. Смотри, возмездие за всех, смерть. За всякий грех, возмездие, смерть. Тебе этого мало, Надя? Не важно, какой грех. За всякий грех. Написано так. За всякий грех, возмездие, смерть. Возьмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечна, жизнь вечна во Христе Иисусе, Риме 6,23. Если это грех, ты признаешь, что это грехом? Значит, за грех всякий, ну, любой грех. Любой грех. Грех, а бывают какие-то ошибки в жизни, какие-то недопонимания. Но это ошибки. Понятие греха. Грех не переводится на ошибка. Подожди. Подожди. Что такое грех? В переводе с греческого языка грех вообще амортиры. Маш, ты где был там? Надя, я к тебе говорю. Грех в переводе с греческого языка значит амортиры. То есть на греческом языке. Что такое а? Частица отрицания. Отрицание, амортира, когда ты вот пускаешь во что-то, в цель. И когда ты сам себя направляешь вот это, а амортиры, ты вот свою душу направляешь не по цели, вот это и есть грех. То есть когда ты грешишь, ты мимо цели. А цель какая у нас? Одна цель. У нас достигнут Царствия Небесной. Вот цель. Если ты совершаешь грех, значит ты уже мимо этой цели идешь. Надежда Васильевна, можно я спрошу у нее? Она у нее опыт большой. С Днатим Тихоновичем. Кто такие, кто такие, как я говорю, бесчинники. Бесчинники. Кто такие бесчинствующие? Я первая и есть. Бесчинствующие. Кто такие? Не соблюдают чин по отношению к кутищам. Понятно? Бесчинник. Бесчинник. Можно вопрос задать? Кто такие бесчинствующие? Бесчинствующие? Ну есть слово чин, а есть бесчин. Вот чин, вот чин муж. Вот, это значит поступает не так. Вот у нас, ну чин какой. Ну ты видишь, куда несешь. Я специально сделал, чтобы бумага. Твоя помощь оказалась не вовремя. Ну запачкала. У меня вот бумажка. Ну почти раньше. Значит, почему порядок такой существует в церкви? Ты мне хоть раз видел, что я в церкви разговаривал? Если даже не так, когда священник был, чтобы я лез, я в алтарь не захожу, хотя имею право, я рукоположный чтец. Я нигде, ни разу, ни в одном месте не допустил вещения. Даже вот габарит, у меня даже вот где, я не вижу. Вот, Надежда Васильевна. Вот она стоит в храме. А в это время священник говорит неправду. Притом, как говорится, лютую неправду говорит. Про меня. Она, говорит, а что тебе закричала? Врешь же ты! Скачков когда был. Я говорю, вот только нам этого не хватало. Можно второй вопрос? Ты поняла, нет? Поняла. Это чин, который нельзя нарушать. Никаким образом нельзя. Без чиня жены по отношению мужа. Учить жене, не позволяя не властвовать над мужем. Поняла. Это чин, который Бог установил. Всякая власть от Бога. Где власть установлена в раю? Первая власть, это власть мужа над женою. Ты понимаешь одно, что в среднем мужчина в России живет на 12 лет меньше. Этого тебе достаточно будет. Ты еще нахлебаешься без Николая. Я поняла, Инна, можно второй вопрос? Давай. Нельзя. Мой ответ полностью понравился или совсем не понравился? Перебивайте. Нет, мне ответ ваш понравился. Меня волнует второй вопрос. Ну, давай. Как вот этот грех, чина непочитания, да, как он соотносится, он в одном ряду стоит с пьяницами, блудниками, мужелодниками. Как он соотносится? Грех с грехом соединяется в презрении заповеди Божьей. Люби Бога, значит, заповеди это запрещают. Ты у Бога не любишь. И все заповеди в одном. И попирание прав ближнего. Вот так они соотносятся. По нарушению одновременно двух заповедей. И Бога и человека. Вот любой считает, увидишь, что это нарушение заповеди Божьей. И нарушение заповеди Божьей. Если я его люблю, как я могу делать? Как похищать? Ну, и вот еще. Вот даже думать об этом нельзя. Но здесь просто перечень дается. На дорогах бывает превышение скорости, пьяный водитель. А зачем перечислят? Оно все связано с презрением к жизни человека. Авария будет. Задавит. И против Бога, потому что данный вот здесь вот инструмент уподобляет тебе Богу. Бессловесная скотина. У тебя речь. Бессмысленное животное. А ты мыслящик. И вином ты все отнял. Мучит, сказать не может. Куда ехал, не знает. И вот сейчас показывает. Мне сказали, посмотрите на мосту какой большой мост. Краснодаре-то. Несется машина. Сидит мужчина, женщина, там ребятишки с ним. И вот так вот, вот так машина с речи движения. Потом вот это вот. Он пьяный ехал с вечеринки. Пьяный. Теперь уже все узнает. Вот так машина резко и бьет того. Этот остался живой, а эти все мертвые. Семья сразу выщернута из жизни. Ну, траву объявили в Краснодарской области. Он нарушил заповедь Божия. Отнял у себя разум. Это первое. Нарушил заповедь против ближнего. Убил людей. Так это все лишь дорожное происшествие. Нет, это намного глубже. Это то, что в войу еще было установлено. У богоподобления. Понимаешь, когда начинаешь на все смотреть, вся Библия связана. Как вот это, я говорил про одного преступника, которого едва-едва поймали. Он многих убивал богатыль. И когда к нему пришла одна женщина в камеру, так к нему зайти нельзя было, зашла и встала. К нему никто не заходит. Ему подают и уходят из этого, из окошечка-то. Он говорит, я знаю, вы дочь губернатора. Вы пришли со своей Библией. Вы все врете, что Библия всяк, человеку, относится к каждому. Докажите мне, что это так. Она говорит, откройте. Он дрожащими руками открывает и первая страница. Вначале сотворил бог небо и землю. Земля же была бездвинная и пустая, и дух божий носил с собой. Хватит! Докажите, что ко мне к макою это относятся. Макой. Она говорит, макой. Человек уподобляется четырем сортам земли. Вот налетели, птицы поклевали. Это не тот участок маленькой земли, который ты еще и брешетку видишь, и который смертельно тоскуешь. На который тебе никогда не ступить ногами. Ты не на свободу рвешься. Тебе охота землю наступить. Я это знаю. Потому что везде бетон. И дух божий носится над вашим сердцем. Он желает его обратить и сделать тебя другим. Она еще не окончила, он уже гремя цепями повалился. Пройдет время, с него цепи снимут, но он будет ходить по тюрьме и другим свидетельствовать. Его не выпустят, его нельзя выпускать. Слишком... У него там десятки или сотни человек убитых им. Я знаю, одного задержали, у него 320, что ли, человек убил. Он объявлял такая-то работа, судебные книжки вышли. Я из книг беру. Это мне Пороскун подарил. Прокурор края. Ну, люди приезжают. Он говорит, нужно деньги, конечно, сначала устроить, все будет, документы берите, и все. И он на вокзале их встречает. Бывает, два-три человека приедут. Он их ведет. Это не здесь, это в другом районе. Он так рассчитывает, чтобы ночь застала около одного там где-то зарода, сена где-то. Ну, они ложатся спать. Когда они ложатся спать, он потихоньку белую бумажку около головы, каждому лошадь, чтобы в темноте не промахнуться, в темноте. А потом гирькой проламывают всем голову, все забирают, продают, а их оставляют лесом вниз и здесь съедают в течение одного дня черви там, жужжилки разные. Его не могут никак найти. 300 с чем-то человек убил. А люди в деревне ждут, он поехал на заработки. Ну, наконец, его поймали по одежде, которую он сдавал-то. Что с ним сделать? Ну, ясное дело, там каждый старался оторвать от него кусок мяса и прочее. А меня спрашивают, а ты, христианин, ну, что бы ты это сделал? Он убил там твоих братьев и прочее. Я не знаю, с какой вы меня старались спрашивать и как, каким я был или какой я стал. Я другой. Я осуждаю того, который был вчерашний Игнатий. Тот Игнатий, я бы его в суд вам не сдал. Я бы постарался изничтожить его, пытать его, что угодно сделать, чтобы он маленько испытал, что он сделал. Сегодняшний я сужу тебе себя того, который так делал бы. Сегодня я говорю, не давать ему свободы, но надо только молиться и все. И к нему дать литературу хорошую, запускать людей, которые умеют сказать это, и может быть, он покаяться. И что, в район будет? В район разбойник был. Люди никак не могут понять. Вот этот мой брат шел, говорит, брат для всех примером был. Он убил его, даже мама не дал сказать. Но брат-то мой был неверующий. Он хороший, хороший, семья осталась. А вот этого бандюгу поймали, ему дали покаяться, и он теперь в царстве небесном. А мой ничего плохого не делал, и он теперь в аду. Он не покаялся. Я христианка, я понимаю. Он без покаяния ушел. А этот с покаянием? Что это? Справедлив ваш Бог? Понимаешь как? И она говорит вам все правду. И поэтому я скажу, не знаю я. Бог не сказал, что он будет судить нас по справедливости, а по милости. У Бога все высчитано. И может последнее вот это его страдание, может что-то он вспомнил. Я не знаю. Ну, просто так уже мозгами своими шевелю и бумажкой протрите. Не бумажки. Подождите. Давай. Во-первых, я хочу поблагодарить Надежду, сестру Надежду, о том, что она задала этот вопрос обесчинника. И мы услышали многое полезного для себя в связи с этим вопросом. Кто больше всех вопросов задавал? А второе хочу сказать по этому вопросу, что Надежда нужно внимательно слушать, потому что семь стихов, которые мы прочитали, в них нет упоминания об этом слове бесчинники. А что где-то упоминали? Бесчинники. Бесчинники. Вот в этих стихах, которые мы сегодня читали, это слово не упоминается. Ответ еще на твой вопрос у Нины. А вот апостол Иаков, вторая глава, десятый стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Это ответ на твой вопрос. Почему в одном ряду ставятся эти пороки и бесчинники в том числе? Например, он купил мотоцикл с фронта легче приехал, герой Советского Союза. Ну, девки к нему липнут, как есть. Он улез на мотоцикле и сотворил, что не надо делать. Теперь его судят. Начинают ему награды, он такой, он на работе прекрасный, семья хорошая. Но это статья. Теперь снимают с него награды, лишают, он там был, майор, кажется, снимают с него звание, из партии его исключают, пока он сидит под следствием. Коммунистов никогда не судят, судят уже исключенных. Я сидел с коммунистом и пока он сидел, меня, кажется, с партией вычеркнули. А потом восстановили, когда реабилитирован был. Вот такое дело. Виновный во всем не означает, что он виновен в воровстве, не воровал. Это означает один и тот же закон в совокупности. Он нарушен. Смерть, смерть, смерть. Разницы никакой нет. Смерть, остальное-то тебе уже не нужно, ты виновен во всем законе. Закон приговаривает за эту статью к смертной казни. Вот тут они ушли. Его не расстреляли. Только все дали небольшую льготу. А бывает так, льготу дали, вот приговорили его к чертвертованию Пугачева. Но императрица смилостивилась и сказала, сначала голову отрубить, а потом, а то надо было живому руку народу показать вторую, вторую, ногу, вторую, а потом только голову. Вот она оказала ему милость. Это тоже милость. Милость. Но помиловать его нельзя было. На нем тысячи трупов висело. Это был разбойник. Он вышел, поклонился на все четыре стороны православные. Может, кому согрубил. Согрубил. Вешал, ну, капитанскую дочку, почитайте, Пушкина. Что он делал-то? Согрубил. Виновен во всем. И поэтому надо стараться все исполнять. Большее число людей будет осуждено. Я как-то батюшке сказал и прочее. Они никто не... Я говорю, есть такой грех, за который все люди идут по мытарствам. За который по мытарствам не пойдут даже. Потому что с мытарства всем показан рай, потом возвращается, потом в ад. Им не будет показано старство небесное. И больше всего в этом грехе виновны священники. Они не допустили людей, чтобы они этот грех не делали. А какой же такой грех? Всех какой. Считает 3 глава Евангелия Тиана. Кто не родится свыше, не может увидеть старство Божие. Это вы их не допустили. Во церковище. Что значит во церковище? Где вы такое слово нашли? Это означает научиться все где-то ставить свечки правильно и батюшке отдать свою волю, чтобы поп командовал тобой как пешкой. У тебя в мозгопе не должно быть за каждым шагом батюшке бежать яйца в сырую или в смятку варить. Это уже классический пример. Они не знают ничего, но батюшка здесь на первом месте. Если ты батюшку любишь, ты обязательно должна подойти ему там наедине. Как сказать, батюшка, это не так. Ты должна любить его, это отец твой. Он такие времена несет. Он столько много знает вашего, ему надо молиться за всех. Ты понимаешь это или нет? А не то, что батюшка благослови, батюшка благослови. Мне такие на меня напали тоже. Благословите у меня в Нижнем Новгороде, мы едем сейчас в Барнаул, в институт поступать, нам ехать или не ехать? Я говорю, маленько ги по адресу. Мессинг умер. Вы немножко опоздали. В Англии тоже нет. Так вот мы хотим. Здесь нужно не мое знание, а ваше знание. Вы должны знать на пятерку, победить конкурс. Вот что нужно знать. Дочь-то верующая, ну, она Бога не отрицает, это верующая. У православных это уже глубоко верующая. Она не отрицает. А сын, сын пьяница, ну, он мне даже иногда деньги на свечку давал. Я ей спрашиваю, верующая, не верующая, она мать свечку тут подсовывает, он дал ей даже 3 рубля дал. А умер как? Ну, пьяный, я пришла бы раньше, там батюшка проповедь говорил. Я пришла, а он блевотиной задохнулся. Я бы была дома, я бы опрокинула его. Повернула на бок, это батюшка виноват. Я с одним тюрьмой разговариваю, я говорю, сколько ты попадался? Да второй раз только, мать виновата. Почему? У меня оберег был, живые помощи, пояс. А мать затеяла, давай постираю, давай постираю. Ну, постирала, дал ей. Так забыл надеть-то, пошел и попался. Сырковные пояса, но жить для того, чтобы не попасться. И он теперь на мать сидит, не забуду мать родную, я стараюсь скидеть, я стараюсь забыть ее. Она меня посадила, а у него выколото, не забуду мать родную. Я такие истории душевно-правочные знаю. Миленькие мои. Все, время кончилось? Да. Молимся, Игнат Тихонович. Молимся. Можно одну просьбу высказать, братья-прость? Помолитесь, пожалуйста, брат у меня потерял документы все, и дети. Где он, брат у тебя сейчас? Вот он. Вот это и брат твой. Помолитесь, пожалуйста, чтобы или нашлись, или как-то восстановить, возможно. А почему он сам не просит об этом? Потому что он здесь новый человек. Ну, попросит. Можно, нет? Попроси. Помолитесь за меня. Ты видишь его? Я попросил. Да. Так, сколько тебе лет растеряха? 31. А как же ты мог потерять? Расскажи по порядку. Ну, вот так вот. Ну, где они лежали в кармане? Нет, сумочка, сумочка. А ну как, а просталось? Оставил где-то, и все, и остался вспомнить. А с вами было такое что? Ну, нет, такого не было. У меня ребята в лагере бывает. Ну, они где-то в Жамбульскую область поехали. Ну, и карман вот это на задницу. Это карман у них, карман сбоку всегда был. Кладет туда паспорт. Я говорю, что ты делаешь? Паспорт. Да, что я ехал, ничего не будет. Ну, раз я сказал, уже будет. Мне говорят, ты бы не сказал, то не было бы. Накаркал. Взял деньги положил. До Барнаула доехал, украли деньги. Поехал где-то там, через Новосибирск, вытащили паспорт. Все. Все по-порему. У меня знакомая одна сестра, и она живет прям рядом. И по-моему, в двору проходит верующая, и шапка там соболья какая. Я говорю, ты на работу-то идешь по скромнее, да и зачем шапку надеть платок-то? И никогда в сумку не кладите ни паспорт, ни деньги, ни ключи. В сумку я подошел, рванул, и убежал. У тебя столько везде, в выемах, куда-то затолкаешь, спрячешь. Тебе так легко прятать-то. Ну. Да ничего, сделай-то. Она идет с работы, получила за два, кажется, месяца. Ее шибли, отобрали. Ну живую оставили, самое главное-то. Я на утро гляжу в окно, она идет в платочки, скромненько, думаю, сколько у меня помощников в городе. Это прямо замечательно. Так что ты благодари Бога еще, что тот человек, который это взял, он тебя на ум, разум, а ты деньги заработаешь, помочь, не сорби нам. Если найтись, а мы помолимся. Максим, А ты знаешь перевод своего имени? А слово максималист, максимально. Ну. Вот. То есть ты все должен, как экстремист, брать по высшей шкале. Чтобы безошибочно жить, правильно все делать, ну все, что у тебя есть, семья, соседи, по высшей шкале любви. У тебя, Максим, само имя говорит, а Константин, это прямая константа. Ну что ж, Максим, ты не угадал свое имя-то. Ты по минимуму взял. Ну молитесь, кто хочет. Давайте, давайте. А что ты за меня прячешься-то? Пока есть за кого прятаться, слава Богу. Господи, прости меня, грешного окаянного. Божьей милостью, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславясты грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых отец наши, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю, Души Истинной, Иже везде, Сыне, и вся исполняй. Сокровища благих и жизни, Подателю, прийди и вселись овны, и очистены от всяких скверных, и спаси блажь души наша. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очистите грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святые посети и сели немощи нашей имени Твоего ради Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресне и во веки веков, аминь Отче наш, иже и Си на небесе Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днесь И остави долги наши, як же мы оставляем должникам нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Пресвятая Госпожа Богородица, Хрисна Дева Мария Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешнем Иоанн Креститель, Претеча Христов, моли Бога о нас Святителю Христов Николой, моли Бога о мне грешнем Святые пророки, моли Бога о нас Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою Дабы день прихода Твоего нашего отшествия Не застал нас не готовыми и спящими Но выше навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры И сосудами полными или добрых дел Сотделанных в Духе Святом с любовью, аллилуйя Святые ангелы, архангелы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, молите Бога о нас Святые апостолы, первая арховная Петр и Павел, евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас Святые отцы и святители Вселенских соборов и поместных Все наши духовные учителя, молите Бога о нас Святые жены и девы, молите Бога о нас Даруй Господь им послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам И сохрани их от всяческого поругания, Господи Исправь, даруй послушание, надежде, надежде, надежде Галины, Екатерины, Евгения, Раисы, Ларисы, Юлии, Марины, Людмилу И нас помилуй, милости Твоя ради, благослови Того Максима, Господи Если угодно воле Твоей Святой, возврати потерю и научи быть бодрственным Посети священника Сергия, дай ему истинное вразумление Даруй ему доброго здравия, чтобы он был благовестником Твоим Чтобы он воистину был духоносным мужем Твоим И даруй ему доброе жилье Услыши молитву его и о нем Господи, посети болящего Сергия, иконописца Довини, удожила ему пристани Господи Боже, дай ему силы все перенести Павлу, молящему Александре, Александре, Ане, Ане, не Аниле, не Аниле Услыши и прими нашу молитву, возди они рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле Услыши и исполни молитву всех, молящихся Тебе о нашем благе И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй Господи, слава Тебе за пролитую на Голгофе Кровь Твою причистую, за страдания Твои за каждого из нас Что Ты позволил Называть Тебя спасителем Господи, хвала Тебе Помоги нам быть верными Тебе Путеводи нас Духом Твоим Святым Каждому даруй духовное рождение свыше И крещение Духом Святым Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Дух, аминь Господи, чтобы все мы перешли из смерти в жизнь И место сие сохрани Благослови патриарха Кирилла, епископа, священников Защити Церковь Твою от нападок несчастивых И чтобы Церковь исправилась во всех ошибках И на врагов наших пролей милость И им подай в разумление И правители наши благослови Продли еще мирное время Аллилуйя Господи, Владыка, говори Слушай, ты слышишь, раб Твой Аминь Сохрани наши сайты и форумы Все, что в интернете для многих людей Аллилуйя Аминь Благодарю всех Спасибо, Игорь Игорь Забирайте свои мобедофоны Так, стыку говорили, кому надо взять Идите, возьмите А? Брали уже, брали Хорошо, бушите